Музыка Изучение подъема на грудь делю на 4 фазы. Предлагаю пойти от обратного и начать изучение непосредственно с той фазы, когда уже штанга у нас на плечах или на груди. Берем штангу толчковым хватом, поднимаем ее на грудь, отставляем таз назад, локти разводим в стороны и приподнимаем плечи вверх. Тем самым штанга нас не давит, не душит. Делаем приседания, это имитация подседа. Отставляем таз, отставили таз назад, колени у нас в подседе уходят в стороны. Можно даже остановиться, сделать такие небольшие покачивания, ушли в стороны. Локти смотрят также в сторону. Плечи вверх. Это у нас четвертая фаза, конечно. Третья фаза, фаза протяжки. Опускаем штангу на прямые руки, выпрямляемся. И с этого положения можно немножко уйти на носок. И с этого положения мы делаем протяжку руками вверх. То есть не добавляем, не работаем ни спиной, ни ногами, только руками. За счет того, что первые у нас идут локти вверх, идут локти вверх, а штанга прям волочется по груди. Когда мы доходим до груди, делаем подворот локтями. Когда это получается в движении, оно выглядит вот таким вот следующим образом. Опять же, подворачиваем так, чтобы у нас сразу штанга оказалась на плечах. Не здесь, не на шее, а на плечах. Показываю в динамике. Встали, опустили, локтями вверх, подвернули. Локтями вверх, подвернули. Обращу ваше внимание, что при выполнении данного упражнения таз у нас постоянно отведен назад. То есть постоянно. Теперь соединяем третью и четвертую фазу. У нас получается вот такое движение. Выбрямили руки, расслабили. Протяжка вверх, подвернули, сели. Протянули, подвернули, сели. Штанга идет по телу. По цели. Понятно, что сейчас я немножко утрирую. Когда в движении, в динамике штанга не будет касаться тела. Но сейчас, для того, чтобы понять, как она движется вверх, чтобы она не получилась вот так вот, тащим ее по телу вверх, подворачиваем и подсаживаемся. Добавляем подрыв, вторую фазу. Приходим в положение первой части подрыва. Проверяем себя. Плечо должно накрывать колени. Колени разводим в стороны, таз отходим назад. С этого положения мы делаем выпрямление вверх. Когда мы полностью выпрямляемся, мы начинаем дорабатывать руками. Получается, что встали и начинает работать рука. То есть, рука у нас начинает работать не вот с этого положения, когда мы в накрытии. Мы выпрямились и включилась рука. Выпрямились, включилась рука. Подсели. Для отработки непосредственного самого подрыва, я уже это показывал, но напомню. Отводим штангу от себя. Делаем подбив. И опять же, за счет того, что мы лобки тянем вверх, мы даем направление шлангу идти вверх. Встали. Подбили. Протяжку подвернули. Сели. Таких делаем пару подходов, 4-5 подходов по 10 раз. Контролируем себя перед зеркалом. И после этого мы сейчас добавим еще тягу на вставание. Но тягу, конечно же, лучше имитировать сразу же с блинами. Чтобы было какое-то отягощение. Поэтому вы пока делайте перед зеркалом. Смотрите. Акцентируйте внимание на то, чтобы колени у вас были направлены в сторону. При выполнении таз назад и локти вперед. Имитируйте. А я добавляю. Опять показываю еще. Акцентирую внимание, что контрольные точки, которыми мы можем проверять себя без тренера. Это. Когда мы приходим в такое положение. Плеще накрывает колено. Тем самым накрывает и штангу. Таз отведен назад. Когда мы опускаемся вниз по тяге. Колено не должно выглядывать из-за локтя. Он должен быть спрятанным. Колени должны быть смотреть в стороны. В этом же направлении должна смотреть и стопа. То есть колено и стопа смотрят в стороны. И таз должен быть сзади. Не вот такой, не горбатой спиной. Спина у нас прогнута и оттянута вверх. Вот наше стартовое положение. Сейчас я его покажу со штангой. И в принципе покажу, как самостоятельно, правильно можно сразу же принять стартовое положение. Для этого берем штангу. Встали. И плавно разводим колени в стороны. И выполняем подседку. Только следим за тем, чтобы колено у нас не выходило за плечо. Медленно опускаемся вниз. Вот мы встали. Колени на сторону. Вот и есть наша стартовая позиция. Себя можно проверить в дальнейшем потом следующим образом. Это мы поставили ноги на ширине плеч. Кто-то может шире, кто-то уже. Взялись толчковым хватом. Колени расставили в стороны. Обтянулись. Плечо накрывает гриф. И с этого положения мягко, без рывков, плавно мы встаем вверх. Встали до момента подрыва и опустились. И вот таким вот движением плавным мы отрабатываем само вставание. Потом уже мы добавим сюда подрыв. Подрыв. Потом уже мы сюда добавим подрыв и протяжку. И подсед. То есть у нас получается, что первое, можно разделить несколько упражнений. Первое это тяга до подрыва. Подрыв. Тяга, подрыв и протяжка на грудь. И следующее это тяга, подрыв, протяжка на грудь и подсед. Теперь в динамике. Стараемся все делать через стойку. То есть движение и выпрямление должно быть направлено вверх. То есть мы не сокращаем движение штанги. Полностью выпрямляемся вверх. Локти направлены вверх и протягиваемся. Делаем. Обязательно смотрите на себя в зеркало. И как я уже сказал по ключевым точкам. Когда локоть, колено, таз. Проверяйте себя. Поверьте, это можно сделать даже без тренера. Учитесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok